За этими переговорами накануне следил, пожалуй, весь мир. Путь до точки для украинской делегации занял почти сутки. Российская сторона на месте ждала около 14 часов. Совещание переносили несколько раз из-за сложной логистики украинской стороны. Встреча проходила в Гомельской области и продолжалась почти пять часов. Каких-то решений нет, но это только первый раунд. Мы подробно прошли по всем пунктам повестки, нашли некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции. И самое главное, договорились продолжить переговорный процесс. Следующая встреча состоится в ближайшие дни. Следующий раунд планируется через несколько дней, но уже на белорусско-польской границе. Для украинцев путь туда значительно короче. К чему придут стороны и удастся ли достигнуть консенсуса, покажет время. А пока нам остается лишь ждать. Но вот нетерпеливая Европа не ждет и продолжает вводить санкции против нашей страны, а вместе с ними Канада и Япония. Так на днях Евросоюз полностью закрыл свое воздушное пространство, но и мы ответили той же монетой. Накануне Россия закрыла небо для самолетов из 36 стран. Авиакомпании уже отменили перелеты. Вернуть деньги можно по месту приобретения билета. Екатерина Истратова, Новости дня.